Ребятушки, саламчики всем, Артурчик, как всегда, с вами на связи. В этом видео хотел бы вам рассказать, что вообще такое Делики. Многие не понимают, допустим, откуда берется вот такое вот кольцо, которое можно апать до 258-го, а откуда берется вот этот аксессуар, шея и прочее. То есть и в этом видео я вам расскажу, что такое Делики, что такое остров Кельдонас и Толгород, что нужно делать, что такое контракты, как их собирать и прочее. Поэтому наливай чаёк, всем приятного аппетита, кто кучерит, и мы начинаем. Начнём, наверное, с того, вот ты взял, получилось, 10 левел. Как, что дальше делать? Если ты играешь на Х5, у тебя вот тут будут квестики у Сируса, Джулии и Лилии. Они тебя отправят на остров Кельдонас. То есть давайте сразу же, наверное, со старта мы помчим на остров. То есть мы спускаемся, у нас тут будет несколько квестиков. Спускаемся вниз, чуть-чуть вправо и, в принципе, вот сюда и бежим. Вот тут будет стать НПС. Это очень важно. Вы у этого НПС можете каждый день отдавать 100 голды. При этом вы получите одну монету Джулии, один знак расколотого солнца и кристалл энергии. Кристалл энергии нужен для категории. И это стоит 100 голды. Что касаемо Деликов, они отображаются синим цветом, как мы видим на мини-карте. Всего, ребятушки, тут квестиков 10 на карте. То есть я вам обозначу на карте. То есть сейчас смотрите на экран и видите, где они находятся. Вы берете квесты и выполняете их на острове. Можете выполнять, как и в пати, самое главное, не в рейде. Запомните, это важно. Если вы будете стоять в рейде, квесты у вас засчитываться не будут. Также еще есть два квеста, которые находятся в запределе. В полуострове Адского Пламени вот тут есть Трон Килл Джедана. Там также есть еще два квестика. Далее, ребятушки, мы бежим вот сюда, где портал в Долоран. То есть вот на мини-карте. И вот тут мы можем купить ту самую шею и рецепты. То есть вот тут мы подходим вот сюда и нажимаем. Позвольте мезлинуть. Смотря на какой, допустим, на каком классе вы играете. Вот я играю на магии, мне нужна вот эта вот шея. Эта вот шея стоит 95 баджиков. То есть она будет у вас 213. Но при этом у вас нужна репутация. Превознесение со стороны армии Расколотого Солнца. Армия Расколотого Солнца это вот эти вот самые баджики. Если вы делаете квестики, у вас идет репутация и капают вам делики. Вот допустим, вы купили 200 как бы 13-ую шею. После этого можете ее апать. Апнуть можете до 232 за 50 баджиков. Потом до 251 за 50 баджиков. И потом до 264 за 75 баджиков. Также, помимо этого, у этого NPC киллера есть опять же рецепты для профессии. Вот допустим, в партняжном деле вы можете сделать себе вот эти вот чарочки. На наложение чару также ждут много всяких рецептов. Так что делайте квесты на острове. Лутайте баджики. Получайте репутацию. Будьте сильнее. Ну а чтобы выйти из вот этой локации. Допустим, вы не знаете как выйти. Вы не маг, допустим. Камушка у вас в КД. Вы ходите отсюда. И вот как на карте вы видите, да. Вот здесь стоит портал в Даларан. Нажимайте на него и вы уже в Даларане. Ну что, ребятушки, переходим уже, наверное, к Толгороду, да. Как нам туда попасть. Что нам нужно делать. Как вообще квесты. Многие приходят туда и квестов нету. Что нужно делать, чтобы были квесты. Идете в Даларан. Вот здесь рядом с банком есть вот такой NPC. Подходите к нему и берете квест на Толгород. После этого садитесь на маунта. И бежите до следующей точки. Добегаете до прибежища посетителя солнца. И тут есть портал в Толгород. Нажимайте на него и вы уже в Толгороде. То есть, если вы тут в первый раз, вы взяли квестик, сдаете в этом NPC. И у вас будут отображаться здесь также ж дейлики. Берете все эти дейлики. То есть, вот тут стоит один NPC. Далее стоит еще один тут NPC. У меня просто у него квест уже есть. Берете у него квестики. Далее вот тут еще один NPC. У него также все квестики берете. И вот вы здесь NPC. Но вы заметили, что здесь есть также желтый квест. Что это такое? Есть такой квест обуздать к твердыню. Есть вот здесь такой босс. Наригорн. То есть, это еженедельный квест, который, допустим, рейд собирают. И убиваете вы все вместе босса. Можете сами собрать. Ну, в чате часто пишут на Наригорна, Пати. Идемте его бить. В общем, что вы тут получаете? Вы получаете раз в неделю за убийство этого босса монету Джулии. Почетный знак Втолгорода 20 штучек. И сундучок. Что может упасть в сундуке? В сундуке может упасть вот такой маунт. Далее вот такой, точнее маунт Питоменс. Вот такой маунт упасть. Вот такой маунт упасть. У меня уже, в принципе, они есть. Для начала тоже будут неплохие тут, опять же, какие-то аксессуары и оружки. То есть, тут пишут, что они 271-е. Это неправда. Падают они 245-е. Напомню, что эти квесты, точнее этот квест, обуздать подтвердение, вы можете делать раз в неделю. Ну а что касаемо деликов, делики выполняете каждый день, допустим, взяли квесты и убиваете. В идеале купить, конечно же, это в магазине, особые услуги, знак миротворца. Потому что тут вот бегают ребята, которые любят бить обычных новичков, так сказать. Так что, если вы не бегаете в пвп, вам будет, наверное, сложновато бегать, а тут и делать квестики. Но можете взять и собрать пати, и можете давать отпор. Ну и далее, для чего мы делаем все эти квестики, для чего мы фармим эти баджики. Вот тут стоит такой NPC, рядом с почтой, да, которого зовут Бортилий Цум. Интересно, Цум. Окей, а тут мы можем купить плащи, опять же, 232-е. В последующем аппе до 245-го, 258-го расскажу далее, как это. Дальше, оружки также можете купить. Далее, можете купить аксессуары. Вот как, допустим, в моем случае на мага. Это очень-очень хороший аксессуар, с которыми бегаю уже очень долго. Который называется Сердце Грома. Далее, можете купить кольца, вот, которые дают вам, опять же, бонус какой-либо. Опять же, вот, у меня на маге дает плюс СПД. Вот, в скобочках Сила Заклинания. Далее, можете, вот тут, открыть расходуемые. Что вы тут можете купить? Опять же, какие-то договоры об услугах наемника и прочее. Ну, и переходим плавно к контрактам. То есть, вот, мы заходим в расходуемые. И тут есть контракты. Многие не знают, что это такое. Вы берете, покупаете вот эти вот донесения разведки. Их всего 6 штук. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы их купили. Они у вас отображаются в инвентаре. Они у вас отображаются как квесты. Вы нажимаете на них. Правой кнопкой мыши активируются. И у вас они будут отображаться в квестах. Это квесты на рарников. Вы берете, собираете пати. Или можете кому-то вступить в пати. То есть, нужно, напомню, 3 дд, 1 танк, 1 хил. Вступайте в пати и убивайте этих рарников. После этого, очень важно, лутайте этих рарников. Потому что в квесте, вот написано, убить как тигрыза. Вам нужно, грубо говоря, забрать с него какой-то квест-айтем. После этого, как вы сделали квесты, приходите. У вас тут они будут отображаться желтым цветом. Сдаете квесты и, в принципе, лутаете баджики. То есть, напомню, что баджики, а точнее, стоит этот квест 2 баджика. За выполнение вы получаете 4. То есть, вы получаете с этих квестов чистыми 12 баджиков. Далее. Вы, допустим, купили аксессуар. Он у вас по умолчанию 232. Далее вы берете и покупаете, опять же, эту улучшалку. Она улучшает до 245-го этом левела за 50 баджиков. Далее вы берете и улучшаете до 258-го за 70 баджиков. Тут также, очень важно, есть еще улучшения всякие. Опять же, вот это вот улучшение сделать гнездо в плаще или в кольце получено у интендента Толгорода. То есть, грубо говоря, вот эта улучшалка за 180 вы сделаете гнездышко в плаще или в кольце. Вот такие вот, опять же, есть улучшалки. Вот такие улучшалки. И вот такие вот. Ну и забыл разобрать еще один пункт. Это прочее. Что вы здесь можете купить? Опять же, у меня есть видео на канале, с которого, опять же, это неплохой гол фар. Допустим, вот есть такая, опять же, чарочка, так сказать. Она делается на шею. Что она делает? Наложение на ожерелье чар позволяет получать собранные запасы травы с трупов врагов. Шансы срабатывания при убийстве существ 4. А шанс срабатывания при убийстве игроков в 20. То есть, если мы смотрим в процентном соотношении, то есть, это работает только в Толгороде. То есть, вы, допустим, бегаете, делаете делики. У вас есть эта чарочка на шею. И у вас с мобов или же с врагов может падать сумочки. Вот вы их открываете. Там будет руда или трава. В принципе, чарок тут, в принципе, много травничества, горное дело и прочее. Помимо этого, есть сумочки, 26 ячеек. То есть, помимо этого, также есть интересные мауты. Так что, в принципе, тут вы можете сами полистать и посмотреть, что вам интересно. И также, ребятушки, немаловажный момент. С какого этом левела можно делать вот эти все делики, да? Смотрите, тут, в принципе, зависит от класса, на каком вы классе играете. То есть, на каком-то можно 200-го этом левела, у какого-то 210-го, у кого-то 220-й. В принципе, щупайте, пробуйте. Если вы играете с друзьями, это вообще великолепно. Вам будет в пати проще эти квестики делать. Поэтому зовите друзей и давайте играть вместе. Ну, а на этом все, ребятушки. Получилось вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам поможет освоиться и получить вещи в World of Warcraft. Поэтому, кому понравилось видео, буду рад твоему пальчику вверх, подписчики. Ну, и, конечно же, колокольчику. На что тебе непонятно, есть какой-либо вопрос, напиши в комментарии. Я тебе с большим удовольствием отвечу. Ну, а с вами был Артур. Берегите себя. Услышимся. И заходи на стримы каждый день в 19.25. Пока-дова.